Главный тренер футбольного клуба Енисей, Штейнбрекер Эдуард Генрихович. Ваш комментарий по матчу? Первый календарный матч. И вообще я хотел начать со слов благодарности и, так сказать, передать большой передот нашим болельщикам. Благодарности болельщикам, которые нас поддерживают здесь. Благодарность болельщикам, которые ждут нас в Красноярске. Мы давно не были уже в городе. Сами скучаем с нетерпением. Ждем встречи. Ну и поздравляю всех наших болельщиков, нашу команду с победой. Что касается содержания игры, ну первый матч. Для первого матча могу сказать, что достаточно качественный футбол мы показали. В первом тайме было много потерь необоснованных, но тем не менее мы создали три голевых стопроцентных момента. Реализовали один. На второй тайм вышли, ну может быть немножко не вышли из раздевалки. На второй минуте, на третьей, второго тайма получили ответный гол. Но тем не менее удалось нам взять игру под контроль. Считаю, что переиграли соперника. Ни в коем случае не хочу умолять заслуги соперника. Хорошая команда, добротная. Но в данной игре, наверное, все-таки мы заслужили победу. Вот такой комментарий. Ну вот из СМИ и вопрос. Добро пожаловать. Евгений Нерезник, Кубань 24. Скажите, пожалуйста, насколько неожиданным стало ваше назначение для вас лично? Как вы встретили эту историю? И в двух словах, как вам кажется, в чем можно переделать, внести, переделать его игру? Или в целом, главное, сохранить те наработки, которые были, учитывая то, что вы работали в тренерском штабе? Ну, неожиданным, наверное, было. Потому что для того, чтобы, во-первых, возглавлять команду ФНЛ, нужно иметь лицензию ПРО. Я сейчас прохожу обучение. Это была первая неожиданность, что я поступил, да, что меня приняли. Ну и спасибо все-таки Алексею Евгеньевичу Ивахову, что он доверил мне этот пост. Скажу, что я к этому хотел этого. Неожиданностью было, ну, наверное, было, да. Как пережил, спокойно. Я готовил команду в том году, в течение недели практически один, к сезону, пока не перешел Горлов Артем Сергеевич. В этом сезоне было точно так же. Мы провели сборы. Помощник приехал только в конце сборов, буквально за три дня. Поэтому в рабочем режиме. Про футбол, пару слов. Будете ли менять рисунок игры или главное, сохранить? Вы знаете, эта команда, она костяк команды уже здесь несколько лет. Это как дорогой музыкальный инструмент, на котором можно только играть. Можно только настраивать что-то. Но ни в коем случае не ломать и не портить, и не мешать. Поэтому, так. Вопрос про костяк. У вас ушли семь игроков. Они составляли костяк команды? Частично, да. И второй вопрос у меня по Глушкову. Он сегодня у вас не вышел в основе, вышел на замену. И он представлял бледную тень самого себя, которая здесь была два месяца тому назад. Два месяца назад это... Он тут взять заплатал. Прямо скажем. Что с ним случилось? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что это бледная тень. Это тот же Глушков. Просто он восстанавливался. После стыковых матчей он получил травму. После которой две недели в отпуске он просто не мог даже ходить нормально. Процесс реабилитации закончился буквально вчера. Поэтому после травмы тяжело выходить. И тем не менее, он играл на своих сильных качествах. Соперник тоже готовится. Я уверен, что после того матча, как вы говорите, он здесь феерил. Его разбирали, к нему готовились. Поэтому соперник тоже сопротивляется. Я говорю, у вас качественная команда. Ничего страшного, все будет хорошо у него. Андрей Дюбов, Равнобилов. В прошлом сезоне вы претендовали, Енисей претендовал на выход в РТО. В стыковых матчах какая задача перед командой на этот сезон? Я опять скажу про команду. Это коллектив, перед которым не надо ставить задачи. Им не надо говорить, что мы идем сюда для того, чтобы выигрывать. Им не надо вообще ничего говорить. Это коллектив, который управляется сам изнутри. И там собрались лидеры, собрались люди, которые хотят побеждать, умеют побеждать. Ну и, надеюсь, будут побеждать. Поэтому задач, как таковых, сейчас объявлять никто не будет. И мы просто хотим выигрывать. В том сезоне у нас была примерно такая же ситуация, поэтому в начале того сезона. Возможно, мы выйдем напрямую. А кого вы считаете фаворитами в первой лиге в этом сезоне? Ну, фаворитами не хотел бы называть сейчас тоже, потому что фаворитами считаются те топовые клубы, которые, во-первых, спустились с премьер-лиги. Плюс есть клубы, которые хорошо укомплектовались. Ну и финансовую составляющую никто не отменял. Поэтому, как стартанут, посмотрим. Спасибо. Вам удачи.